Здравствуйте! Долина реки Смородинки. Это так красиво звучит. А вот как это выглядит в реальности. Еще совсем недавно, несколько лет назад, люди приходили сюда для того, чтобы собирать грибы и ягоды, для того, чтобы просто прогуляться. Но сейчас сюда уже никто не ходит. Правда, деревья падали от старости и болезни и прежде, но это было не так заметно, да и не хотелось замечать. И вполне понятно, что весть о вырубках в этом месте вызвала недовольство. Здесь было назначение, проведено лесопатологами. Есть акт лесопатологического обследования, утвержденный комитетом. Моя подпись на акте стоит. Но, тем не менее, было очень... Это был 2018 год. 2018 год, да, совершенно верно. Но после этого было очень сильное противодействие именно по этому участку от организаций, называющих себя защитниками природы. Я название не буду произносить. Было ряд комиссий, включая участие прокуратуры. Было большое заседание Совета по правам человека. И губернаторам было принято решение оставить этот участок без рубки сейчас и посмотреть за динамикой этого насаждения, чтобы впоследствии показать людям, что происходит с лесом, если не выполнить те мероприятия, которые назначены специалистами лесопатологов. Лесопатологи выделили пробные площади на равном расстоянии друг от друга, чтобы ежеквартально отслеживать динамику состояния леса. На чертеже просто пробили равномерно. Выдели разбили на части и тупо. То есть не выбирая, скажем, лучше или худшее место. Это уже насаждение у нас старое. Но плюс к этому оно ослаблено. Здесь такая совершенно удивительная тропа здоровья, где на самом деле очень опасно передвигаться с риском для жизни. И вас это не беспокоит, скажите, пожалуйста? Конечно, беспокоит. Мы рекомендуем гражданам уже не посещать эти территории, потому что смотрите, что происходит. Падают уже ели, которые кажутся зелеными. На самом деле все это может упасть и на голову гуляющим гражданам. Но, кроме всего прочего, здесь речь идет не только о безопасности граждан, но и о безопасности леса. Тут об этом тоже нужно подумать. Потому что динамика санитарного состояния его очень плохая. Но безопасность леса-то какая? Ведь, по сути дела, здесь происходит естественный процесс. Если здесь закрыть такую территорию, была такая какая-то экосистема особая уже создалась, такого старейшего умирающего леса. Может быть, есть смысл, как, я не знаю... Ну, по большому счету, сюда ведь экскурсии водить нельзя. То есть, если в каких-то образовательных целях показывать, как лес умирает. Экскурсии водить нельзя, потому что опасно. Мне очень нравится, когда действительно такие великолепные места. Здесь действительно особая атмосфера. Но мне, я здесь нахожусь какое-то время, страшновато. Если смотреть на эти ели древние и смотреть на то, что здесь уже попадало, это все может рухнуть кому-то на голову. Ольга, вы знаете, вот с человеческой точки зрения варианты есть, конечно, всегда. Здесь вопрос в целях и в задачах. Народ за ягодами ходит забираться туда, что... Я что-то здесь и ягод-то не вижу, если честно. Здесь уже такой темный лес, что глухой, что здесь, по-моему, уже и грибы-то не растут. Нет, грибы-то как раз будут. Будут? Да, вот на этих полянках... А по-моему, вот именно на полянках грибы-то растут как раз там, где солнышко попадает. Да, 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 вот на этих полянках. Но для того, чтобы на полянку-то прийти, надо перелезти через это. Вот. Вот. Человек, ну, полазит-полазит, устанет, сел, что он сделал? Покурил, попил водички и оставил бутылку с небольшим объемом воды. И вот эти вот бутылки опаснее даже, чем сигареты, потому что они работают как линза. Солнышко ударило, линза, и все, и пошел пожар. Один из главных показателей в любом насаждении, да, то есть как только у нас появляется достаточно значительный подрост, да, это первый показатель, что насаждение... А, вот эти вот маленькие елочки, да? Да, вот эти маленькие, видите, их как много, да, то есть это основной показатель, что насаждение перестало расти, да. То есть оно уже готово к смене. Да, 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 вот. И держать такое насаждение, ну, получается, мы только вредим, потому что вот если пока маленькие эти елочки, мы берем большие, мы их не повредим. Через 5-10 лет они же поднимутся, и в итоге эти деревья падают, вот они падают, и они же, вот здесь видно, как они их будут ломать. Да, вот они точно, да, вот как раз. Вот, и вместо того, чтобы прирубки, значит, убрать по волокам, аккуратно оставить живые куртины, значит, в естественных условиях она разваливается в разные стороны, и получается вот такой хлам, во-первых, очень нехороший, пожароопасный, значит, пожароопасный период, это, ну, повышенный риск возникновения пожара. В Центре защиты леса Ленинградской области работают вовсе не худшие специалисты в своей профессии. Не только годы обучения, но и практики в лесу дали им все основания для решения, которое было принято в 2018 году. Они уже тогда знали, что картина будет удручающей. И то, что участок решили оставить для наблюдения, вопрос не лесоводческий, он социальный, как проявление уважения к людям, желающим сохранить излюбленное место отдыха. У нас наблюдается, естественно, постепенно развал насаждения. Вот я говорю, что вот елочки, вот эти молодые уже нам давно говорят, еще 5-7 лет назад, пока они были маленькие, что ребята, вот мы уже готовы. А вы-то их слышали? Да, ну, как бы... Теперь перед этими елочками, наверное, вам неудобно. Да, законодательство немножко у нас не очень совершенное, поэтому имеем то, что имеем. Что бы вы этим елочкам сейчас-то сказали? Ну, чтобы они надеялись, что им еще остается. Надежда умирает последней. Что все-таки им дадут побольше солнышка, побольше питания. Да, и вовремя, вовремя, и, по крайней мере, чтобы аккуратно... Ну, вовремя, это уже слово здесь не подходящее. Да, ну, хотя бы, если будет возможность, что уберут. Сейчас еще можно убрать с минимальными потерями для вот этих молодых елочек, да, то есть аккуратно положить вот эти большие деревья в какие-то прогалины. В цивилизованных-то странах у них время подходит, они убирают. Но, опять же, внуки, я уж не говорю про детей, вовремя не получат нормальный лес. Оборота-то нет. Ново-Приозерское шоссе, 45-й километр. Вот с противоположной стороны были проведены рубки, и выглядит это все достаточно аккуратно. Там уже растет новый лес. Когда эти рубки были проведены? Данная рубка проведена в 2017 году. И, как мы видим, сохранили и куртины подроста, и за три года уже начал подниматься лиственный молодняк. И в связи с этим картина выглядит достаточно приятно и глазу, даже если когда едешь по шоссе на машине. Если с другой стороны дороги, где рубку провели вовремя, лес уже подрастает, и скоро там начнутся работы по уходу, осветление, прореживание, облагораживание, одним словом, то здесь демонстрация гибели леса уже становится опасной для жизни особо беспечных грибников. Лесопатологи же видят развитие ситуации заранее. Вот молодая елочка вроде достаточно, и в то же время она ослаблена сильно. И вот у нее, видите, мало хвои, очень такая, как ободранная. Вот эта вот ажурность. Вот та дальняя елка тоже скинула частично хвою, и крона становится прозрачная. Ажурность крон очень сильно увеличилась. Уже больше половины категории она потеряла. То есть если у нас была первая-вторая категория, берем самую хорошую, то в этом году полкатегории уже снижено сейчас, еще только в самом начале сезона. Чем выше категория, тем хуже состояние деревьев, тем больше шансов распада. Ну вот здесь видно, что это мы не новая, это просто подновили краску. Вот она была старая, вот видите, вот был слом, и вот старая краска идет. Ну вот там где-то не нашли номер. То есть это буквально совсем недавно вот это рухнуло было? А вот были ветра тут по весне, и вот его ломают. Тут таких много вокруг, таких вот деревьев поломанных. И то, что здесь был караед, это видно невооруженным глазом, да? Под корой вот там эти все рисунки, пожурные, они видны. Конечно, да. То есть она была съедена, вот, сейчас, конечно. И, кстати говоря, вот гифа опенка. Опенок – это болезнь. Она ослабляет дерево сильно, а караед заселяет ослабленные деревья. А вот здесь видны продажи. О, а тут-то вот дорожки караеда. А вот они вот как раз… Вот они тут кружева плетут. Да, вот как раз типограф, вот он у нас есть. Это уже, ну, насаждение у нас старое, вот, но плюс к этому оно ослаблено различными, значит, факторами. Если мы говорим о том, что есть такое понятие, как лесное хозяйство, и мы оставим в центре этого лесного хозяйства такой рассадник, ведь даже если говорить о караеде-типографе, это насекомое склонное к пандемии. При определенных условиях он может дать очень быстрый рост сельстринских поколений и стать источником опасности для ближайших лесов. Если о ближайшей перспективе, то возникший пожар здесь может перекинуться очень быстро на населенные пункты. То есть каких усилий будет стоить созданную вот эту вот систему, ну, заказник, вот в таком состоянии поддерживать, чтобы вот эта вот жила никуда не улетела, не являлась источником опасности ни пожарной, ни санитарной. Это колоссальных усилий не требует. Да, границы-то не поставишь. И главное, зачем это все делать? Для чего? Если существуют нормативно-правовые акты, которые говорят о том, что нужно делать, как нужно делать, и противодействовать лесничеству, я считаю, вот это и есть преступление. На самом деле есть преступление мешать органам власти проводить необходимые работы. Вот мы уже видим своими глазами, что здесь происходит. Здесь действительно один-единственный вариант все это вырубить и посадить в новый лес. Мнение населения для власти должно быть в приоритете во время принятия решений. Но если речь идет о сохранении жизни и здоровья людей, ответственность стоит брать на себя. Это не единственный случай, когда региональные власти прислушались к активным псевдоэкологам, затуманившим голову тех, кто искренне стремится спасать леса, вопреки мнению экспертов-лесопатологов. Вот этот весь кошмар хорошо виден из окна машины, если проезжать по Новоприазерскому шоссе. Но если выйти из машины и посмотреть, подойти поближе к этому месту, то просто удивляешься, поскольку вокруг целая щетка, ковер из молодых елочек. Вот посмотрите, какие они красивые, чудесные. Но на самом деле они сейчас находятся в очень опасном состоянии. К счастью, здесь речь идет об угрозе жизни лишь этих маленьких елочек. Ходить здесь вряд ли кому-то придет в голову. Но не дай бог вспыхнет, сгорит все дотла. И теперь уже более разумные люди жалуются в лесничество. Почему не убирают с их остой? Это 55-й квартал Сосновского участкового лесничества. Здесь есть утвержденный акт лесопатологического обследования. Назначена сплошная санитарная рубка. В 2019 году утверждены были акты. И затем посыпался шквал обращений по поводу этого всего, что рубить нельзя. Выезжало несколько комиссий. Здесь организации, которые именуют себя защитниками природы, запрещают. Рубить этот лес считают, что нужно оставлять это все так, как есть. Когда рубилась делянка слева, тут было все зеленое. И надеялись все-таки, что оно устоит перед напором ветра и вредителя. Но оказалось, что это не совсем так. Данный участок, как и еще порядка 65 гектар, обследован уже. И в дальнейшем будут поданы в рубку, где будет проведено мероприятие сплошная санитарная рубка. Лесопатологам остается лишь развести руками. Здесь уже, смотреть-то, не на что только плакать остается. Потому что то, что было, все упало. И самое-то плохое, что мы лес потеряли, и вот в этом ветровале с буреломом даже возобновления особого нет. Им пробиться в этом мусоре сложнее, чем в соседнем участке. Вот можно посмотреть здесь, например, и вот здесь. Да, здесь такой чудесный вообще молодой естественный подросток идет, что очень обидно, что не дают вот эти вот бревна, непонятно что, пробиваться. Ну, здесь не только бревна, это зарастает кустарником, да. И кустарник забивает как раз вот эти молодые елочки, которые бы пошли. Вам-то особенно обидно вот на все это смотреть. Вот такое какое-то, ну, неуважение к профессионалам, что ли. Ведь вы же учились всему этому, вы же понимаете ситуацию. Ну, да. Самое плохое, что, как бы, слово специалистов, которые работают чисто в этой отрасли, ну, ставится на последнем месте. Ну, нас все, как бы, понимают в лесу больше, чем работники лесного хозяйства. Лучше самое обидное. То есть все правы, а мы тут только... Да, просто так мимо проходили. Да, мимо проходили, да. Больно-то наш лес, ну, и немножко даже обидно за лесное хозяйство. Вернемся в долину реки Смородинки и посмотрим на этот лес с высоты птичьего полета. Рыжающие верхушки – это уже явные кандидаты на выпадение. Ну, и еще зеленые тоже. Такими деревьями, шишками и пушистой хвоей здесь и так уже все завалено. Караеды, неутомимые труженики делают свое дело, им здесь вольготно. Небольшой ветер и будет свалка сухостоя, а под свалкой уже подросший молодняк. Кто за это понесет ответственность? Я, в отличие от лесопатологов, с елочками разговаривать не умею, но совершенно очевидно, что без вот этого всего вокруг сухостоя им бы жилось гораздо лучше. До встречи на Экологика ТВ.